Добрый вечер. Все общины, призываемые на собрание, именитые люди, и собрались вокруг мужей Аарона и сказали им, хватит вам, ведь вся община, все святые, среди них Бог. Отчего же вы возноситесь над собранием Бога? Вот это короткая заставка к тому, что Тора рассказывает дальше о том, как развивался этот бунт и каким образом он потерпел крах благодаря вмешательству в Миши. На прошлом уроке мы подробно изучали вопрос о том, когда и где произошли эти события. Тора здесь, в отличие от других событий, не уточняет, где они произошли. И поэтому, как можно было ожидать, комментаторы спорят на эту тему. Некоторые говорят, что это произошло в Сенайской пустыне сразу после того, как произошла замена первенцев на левитов, которая описана в начале книги «Помидьба». Помидьба, то есть история произошла еще до истории с разведчиками, то, что сказано здесь, этот бунт был до того, и тем самым понятно, что послужило толчком к этому мятежу, а именно недовольство первенцев, которые потеряли свои привилегии, касавшиеся в том числе жертвоприношений, то, что они потеряли это и перешли эти привилегии к колену левитов. Другие комментаторы спорят, но ничего подобного. Это могло произойти только после истории с разведчиками. Так считает Рамбан, что все события в Торе изложены в хронологическом порядке. Но вот сегодня мы больше сконцентрируемся на мотивах этого бунта. На первый взгляд, о чем, собственно, говорить, вроде как все написано черным по белым. Вот собрались Корах, Датана, Вирам, сыновья Ильява, Он, Бен Пелет, потом Керувена. Ну и вот их программа «Хватит вам». Ведь вся община, все святые, среди них Бог, равенство. Почему должны быть вожди, которые возносятся и ставят себя над общиной? Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что хотя фразеология и лозунги здесь были именно по поводу такого равенства, но речь об этом явно не шла, потому что и в дальнейшем это видно и из возражений Муше, который говорит «Хватит вам, сыновья Леви». То есть он видит здесь стремление, говоря во множественном числе, говоря о Корахе, который был Левитом, видит здесь его стремление получить себе больше величия, больше власти, более возвышенное положение, более возвышенный статус. Затем спор с Аароном, само дальнейшее предложение, которое говорит им Муше, каким образом Муше решает ликвидировать конфликт. «Утром, и услышал Муше и полнится, и сказал Коруху и всей в общении, утром Бог даст знать, кто его и кто свят, того и приблизит к себе, и кого изберет, того и приблизит к себе». Вот оказывается, о чем спор. О том, кто избран Богом, о том, кто будет близким к нему. На первый взгляд, если действительно Корах и его сообщники говорят о равенстве, «Вся община, все святы среди Бога, а чего же вы возноситесь над собранием Бога?» Тогда непонятен ответ Муше. Давайте сделаем турнир, соревнования, и кого Бог выберет, тот и окажется избранным, а кого не выберет, тот уж извините. Сделайте так, возьмите совки, Корах и вся община, положите в них завтра огонь, и вы сложите на них курение. Речь идет о воскресении благовония. И тот человек, который изберет Бог, тот и свят, то есть тот и будет прозвищенником, который может воскурять благовония. Вроде Корах не говорил ничего прозвищаться. Значит, как-то обычно бывает, разговоры о всеобщем равенстве, не о том, что кто-то возносится, это одно, а на деле разговор совершенно о другом. И тогда, наверное, вот эту вот фразу «от чего же вы возноситесь?» надо прочитать иначе, по-другому поставив ударение. От чего же вы возноситесь над собранием Бога? Проблема «вы», Муше и Айрон действительно… Если рассмотреть ситуацию объективно, можно понять причины недовольства. Муше – вождь, руководитель всего народа, пользующийся практически царской властью. Хотя формально не называется царем, но реально. Своего брата он назначает первосвященником, племянников священниками. Своё колено, своё племя, племя – колено Левии, он назначает ответственными за службу в храме, и все привилегии, которые раньше были в каждой семье, у первенца каждой семьи, отныне приходят к левитам и более узкой группе левитов, вот семейство Айронов. Нехорошо всё это выглядит. Согласен – нехорошо. Правда. Муше и я объяснил это не раз, что это не он выбирает, это не его идея. Как и всё остальное, что он делает и в руководстве народом, и в области законов, он только ретранслирует те самые требования и повеления, которые даются ему свыше. Но этих объяснений не хватило, и поэтому возникает бунт. Вместе с тем даже короткого, простого взгляда на этот текст достаточно, чтобы понять, что это не может быть единственной причиной бунта, потому что сколько людей претендует на пост первосвященника, пост он на самом деле один. А здесь участвуют Корах, Датан и Аверам, Онбенпелет, и ещё 250 мужей, именитые люди, которых вообще не... Если о предыдущих сказано, кто они, по крайней мере, и генеалогия, откуда они приходят, эти 250 людей, именитых, неясно, кто они, и что они вообще хотят. Вот посмотрим, начнём разбираться, посмотрим, что говорят комментаторы на эту тему. Мнение Раши мы уже упоминали здесь. Раши говорит, что победило Кораха вступить в этот конфликт с Муше. Он обиделся, ибо позаведовал тому, что Элицефана Бен-Узиэля назначили по линию свыше вождём сынов Кеата. Сыны Кеат, одно из семейств внутри колена Леви, и в каждом таком семействе нужно было назначить вождя. И вот вождём был назначен Элицефан, а Корах считал, что принадлежит это ему. И его аргумент был, ведь мой отец, его братья, их всего было четверо. В предыдущем поколении. Сыны Кеата, как там сказано, Амрам, и царь, Хеврон и Зюэль. Что до Амрама, первенца, старший сын, то два его сына достигли величия. Два сына Амрама, это Мушиарон. Один стал царём, а другой предосвященником. Ну и теперь, если сейчас назначается следующая должность, по идее, она должна перейти к следующему брату, то есть к цару. Кто старший среди цара, я первенец среди сынов и цара, стало быть, это место должно быть моё, если назначается по генеалогии, по происхождению. Но вместо этого назначили Элицефана Бенузеля. Значит, не по происхождению, значит, что по заслугам или по данным тогда почему Арона назначили, тогда почему... Кто сказал, что Арон, если назначают не по происхождению, а по личным данным, то, может быть, на Родине найдётся достаточно много людей, которые не хуже, чем Арон, а может быть, даже и лучше его, и больше подходят к позиции первосвященника. Это... С этого всё началось. То есть, началось с обиды за неполученное место вождя семейства Киата, а выливается всё уже в борьбу за пост первосвященника против Арона и Муши, против их назначения. Не может быть... Явно здесь что-то нечисто. Не может быть, чтобы... Если всё действительно происходит свыше, как это Муши говорит, то должна быть последовательность. Либо всех назначают по принципу генеалогическому, по происхождению, либо по личным данным качествам. А здесь мы видим раз так, раз так. Когда удобно, происходит назначение по происхождению. Когда неудобно, оно происходит... А это по личному... Это не может быть свыше. Это нехорошо. Это корох. Дальше вслед за корохом идут Датан и Абиран. Раби Авраам и Бенезра пишет так. Датан и Абиран участвовали в заговоре вследствие того, что право первенства было отобрано у Реу Вена, родоначальника их колена, и переда на колену Йосеф. Здесь снова возникает вопрос о первенстве, но несколько другом. И но... Одна проблема была в том, как это тот же Ибнезра высказал в своём комментарии, мы это упоминали на предыдущем уроке, что раньше исключительное право приносить жертву принадлежения принадлежало в каждом семействе первенцу, старшему сыну каждого семейства. Этого права они лишились после того, как участвовали в чествовании золотого тельца. Те, кто готовы были принести жертву золотому тельцу, дисквалифицировали себя, и у них это право было отнято. Понятно, что здесь обидно. Но здесь мы говорим о другом первенстве. Есть ещё первенство среди колен Израиля. То есть, какое из колен будет считаться первенцем, что будет означать, во-первых, претензию на политическую роль руководства во всём народе, и, во-вторых, при разделе Иератисраэль, по крайней мере, претензия на двойной надел. Ведь по законам Торы, когда человек умирает, то наследство приходит к его сыновьям и делится не совсем равным образом, а именно старший, первенец, старший сын получает двойную долю, в два раза больше, чем все остальные сыновья. Вот такого же рода право могло быть, не знаю, будет ли, нет, но могло быть, безусловно, при будущем разделе Иератисраэль. Так вот, кто был старшим сыном Якова, нашего братца? Ру-Вен, стало быть, колено Ру-Вен должно было быть ведущим коленом в народе Израиля. Это право было отнято у колена Ру-Вен и передано колену Юсеф. Мы знаем, что колено Юсеф в дальнейшем разделяется на два колена. Это Эфраим и Минаше, Стало быть, они получают, каждый из них получит в дальнейшем надел в Иерусе Срая, а получается у них удвоенный надел. И всюду, везде и в дальнейшем мы видим, что в дальнейшей истории период царства да и до царства всегда есть претензии вот этих вот двух колен, в особенности Ефраима, но и Минаше тоже на первенство в народе Израиля. Ру-Вен остался как бы оттертым в сторону. Ну, а почему это какое отношение имеет к Муше? Они подозревали и Датан и Аберам, которые были и из колена Ру-Вен, что Муше сделал это в угоду своему ученику Юшу Абельному, который происходил из колена Ефраим. Вот это какой интерес здесь Муше делать подобные вещи, если это действительно не указ свыше, какие здесь могут быть какие-то интересы. Интересы, конечно, интересы, может быть, не в свою пользу, но в пользу своему самому близкому ученику и помощнику Юшу Абельному, который из колена Ефраим. Так пишет Ибн-Эзра. Не секрет, что Рамбан возвращает. Я не очень понимаю, какие здесь могли быть претензии к Муше, ведь на самом деле вот это решение о том, что первенство в народе переходит к Юсефу и стало быть к его двум сыновьям Ефраим и Минаши, которые станут трудоначальниками двух колен, это не решение Муше было. Это решение было нашего братца Якова перед смертью. Он уже об этом сообщил Юсефу. Муше, может быть, только реализует это конкретно на практике при построении лагеря народа, при выстроении его на марш и так далее, но это не решение Муше, какие могут быть претензии к Муше. Но Ибнезр остался своим. И теперь еще один вопрос, хорошо, аят 250 человек, те самые именитые мужи, они каким образом оказываются среди бунтовщиков. Вожди общины, поддержавшие Икоруха, продолжает Ибнезра, тоже были первенцами. А это все первенцы. Конечно, понятно, первенцев было намного-намного больше. Было тысячи. среди 600 тысяч мужчин, очевидно, были тысячи первенцев. Но некоторые из них проглотили горькую пилюлю, а вот было 250, которые не соглашались и восстали, потому что они хотели, до сих пор они имели право приносить жертвы, теперь они его лишились, и поэтому они пришли. И в дальнейшем, когда Муше предложил им вот этот самый турнир, то они поняли, что турнир предложен не только Короху, но и им, и они тоже пришли с совками для воскурения благовония, для того, чтобы доказать, что они тоже могут быть священниками, они тоже могут приносить жертвы. Это позиция Ибнезры, в отличие от других комментаторов. И напомним только, что по поводу самого Короха, Ибнезры тоже считал, что Корох, среди всего прочего, много у него было позиции, он был левит, и он был большой человек, и он был, но кроме того, он тоже был еще и первенец. Среди семейства своего отца и цара он был старше. Правда, тут нельзя сказать, что он как первенец потерял, ибо он еще и левит, но нет, на самом деле потерял, ведь штука-то какая была, привилегии жертвопринесения и жертвоприношения были отняты у первенцев, переданы левитом, но не всем левитом, а только семейству одному из семейств левита, киат, и не всему семейству, а только сыновьям Аарона, а Корох остался, опять же, без права на жертвоприношение. Да, он левит, он имеет право служить в храме, но это обслуживающий персонал, это не священники. Арамбан здесь по поводу участия этих 250 человек говорит, весьма вероятно, что все собравшиеся вместе с Корохом были первенцами, то же, что и написал Ибнезра, в данном случае он не хочет с ним спорить, это так и было, но весьма вероятно, что они были первенцами, и поэтому они только что возмущались тем, что право служения было передано Коинам. Поэтому, потому что и велел им, не только Короху, но и им, взять совки с воскурениями, как они это делали прежде в качестве первенцев, это не было для них незнакомым делом. И вот тогда на этом турнире это и откроется, кого выбрал Всевышний, их или Коинов. То есть, это не турнир Корох против Аарона, а речь идет вообще здесь о Киуна, о священстве. Кто будет священниками, Аарон и его сыновья или первенцы, среди которых Корох тоже. по поводу Датана и Аверама, что написал Игнезра, что они боролись за права своего колена, колена Рувен, потерявшего первенство. Мы уже говорили возражения Рамбана, другие комментаторы тоже возражают, потому что Датана и Аверама на самом деле не новые персонажи здесь. Это знакомые уже все лица. С ними Муше уже столкнулся аж в Египте, еще до того, как он бежал из Египта. Именно они донесли на Муше, когда он убил египтянина, избивавшего раба еврея. Поэтому столкновение, более того, это не единственное столкновение, еще одно было столкновение. Когда выпал МАН и Муше передал указ выше не собирать МАН, в субботу были люди, которые вышли собирать МАН, что это были за люди, говорят, мудрецы, Датана и Аверама. Это люди, которые находятся в постоянной оппозиции к Муше. Принципиальная оппозиция. Принципиальная то, что Муше скажет А, они скажут нет, Б. Если Муше скажет Б, они скажут А. Поэтому нужно ли искать причины их участия в этом мятеже, как пишет Ибнезр, то, что их интересовало это потеря первенства коленом Рувена, они вообще-то всегда в оппозиции к Муше. Здесь образовалась оппозиция Короха, они к ней примкнули. Так или иначе, возражения есть и с той, и с другой стороны. Позиции здесь можно по-разному аргументировать. Вот это приблизительно то, что мы находим у комментаторов. И, наконец, стоит зачитать то, что говорит Рамвирш, тот порядок, перед Рамвирш, которым они предстали перед душей. И взял Корох сына Цара, сына Киата, сына Леви, вот лидер, взял, как говорит Рамбан, взял, означает это подготовка перед тем, как сделать какое-то действие, сделать этот шаг, как в дальнейшем скажет Юлий Цезарь, перейти через Рубикон, перед этим нужно обдумать, спланировать. И вот он берет, взялся за это дело, он лидер, он выдвигает, и за ним и Датан, и Авирам, сыновья Ильява, и он, Бен Пелет, потом Керу Вена. Вокруг него еще три человека, а потом 250 мужей. В Дровирш это классическое строение практически любой революционной партии. Тот порядок, в котором участники бунта представлены в повествовании и показывает, видимо, степень их вовлеченности в события. Корах фигурирует как вождь. Всегда у восстания есть вождь. Нередко полупараноидальная личность, который заклинился на достижение сверхважной цели, он ведет людей. Но один только вождь не может повести за собой массу людей. сразу вокруг него возникает группа. Что это за группа? Вот эти вот Датан, Аверам и Онбенпеллет. Датан, Аверам и Онбенпеллет примыкают к нему в качестве главных подстрекателей и агитаторов. Всегда вокруг вот такого вот вождя возникают люди менее заостренные на достижении целей, не люди такого профистического типа, но люди, которые хорошо умеют контактировать с другими и умеют быть агитаторами. Они несут идеи, они берут идеи вождя, превращают их в нечто, о чем можно говорить с людьми, о чем можно людей убеждать, и они тем самым приводят к вождю массы людей, которые становятся последователями. Эти четверо предстали предмушенную, еще раньше они перетянули на свою сторону 250 мынятых мужей. Вот это уже первые результаты агитации Датана Аверама и Онбен Пелет. Есть уже 250 членов партии, которые выступают как бунтари, идущие вслед за вождями. Группа вождей, один и вокруг него три. Кто хочет исторических ревнисценций, так как раз есть вот такой лавдель, вождь. Так и строилась, например, коммунистическая партия ВКПБ, Ленин во главе полупромеидальный вождь, вокруг него тройка-четверка агитаторов, Зиновьев, Каменев, Троцкий и другие, а вслед за ним уже группа костяк, 250, чуть больше, чуть меньше людей, и дальше уже примкнувшие массы, которые только примыкают, а по сути бунтарями не являются. Более-менее мы подвели итоги, кто с чем пришел и каковы были мотивы друг друга, только да, совсем чуть было не забыли, мнение Рамбана про Датана и Авирама оно иное, он не согласен с тем, что говорит Ибнезра, что они защищали права своего колена, колена Рувен, ибо, говорит Рамбан, во-первых, это было не решение Муше, это было еще не решение Якова, и во-вторых, их интересовалось уже на другое, они постоянно противостояли Муше еще со временем исхода из Египта, они теперь всегда в оппозиции, их не интересует конкретно власть, к Аарону, как священнику, пишет Рамбан, у них никаких претензий нет, да вообще этот вопрос не интересует, левиты, не левиты, кто служит в храме, не в этом дело, их столкновение с Муше, они извечная ему оппозиция, у них всегда было что сказать против Муше, а вот теперь в особенности, ибо, по мнению Рамбана, событие происходит после греха разведчиков, когда всем было дано знать, что их ждет в пустыне, приговор очень тяжелый, все они умрут здесь в пустыне, обещано, что их дети войдут в Росисарель, но все они здесь лягут костьми, ну вот и обвинение готовое, человек пришел, заморочил нам голову в Египте, завел нас сюда, в эту пустыню, теперь объявил нам, что эта пустыня, наш дом, надолго, точнее навсегда, здесь мы все умрем, не может быть, чтобы Бог руководил этим человеком, чтобы этот человек проводил решение Бога подобного рода решению, зачем тогда вводить нас в Египте, чтобы всех нас здесь уморить, при всем, при том, говоря постоянно, что вот-вот приведем вас в землю, текущую молоком и медом, молока меда пока никто не видел, а вот пески и камни в Синайской пустыне, их все видят, и это, очевидно, последнее, что мы здесь-то и увидим. Вот круг революционеров. Вопрос, который имеет смысл задать, насколько, что ими двигало на самом деле в большей степени. Правдолюбие или честолюбие? Мы видим здесь лозунги. Лозунги о равенстве, лозунги о справедливости, лозунги о том, что муж и Арон возносятся, лозунги о том, что есть обиженные, не может быть, что это свыше есть обиженные первенцы, есть обиженные колено-рувель, и кто сказал, что Арон это правильный выбор вообще? Насколько они действительно верили, что все это неправильные решения, а насколько ими руководили свои собственные личные интересы? Я подчеркиваю, насколько, потому что в мире никогда не бывает черно-белой картины. В детстве, в молодости можно себе представить, что есть люди, которые делают вещи во имя Лышем-Жамаем, во имя небес, а есть люди нехорошие, которые ищут свою выгоду и преследуют свои интересы. Такого не бывает. Не бывает никогда. У любого человека в том, что он делает, всегда есть не одно, а несколько, есть не один, а несколько мотивов. И любой человек, который работает, как мы скажем, Лышем-Жамаем, во имя небес, во имя истины, во имя возвышенных целей, всегда к этому примешиваются его собственные личные безусловно мотивы тоже. И наоборот, человек, который кажется нам исключительно преследующим только свою личную выгоду, всегда к тому примешиваются еще какие-то идейные мотивы тоже. То есть картина всегда сложная. Вопрос это проценты, чего больше? Вопрос 80 на 20. Обычно так бывает 80 на 20. Вопрос чего здесь больше? 80 здесь процентов идеологических мотивов, а 20 собственные интересы, или наоборот, 80 процентов это собственные интересы, и только 20 чисто идеологические мотивы. Вот весь вопрос. так же бывает и не только в какой-нибудь борьбе, да и в любом споре. Люди спорят. В спорах рождается истина. Может быть, один раз или два раза это случилось, может быть, но по крайней мере есть люди, которые спорят во имя истины, то есть они и хотят, по крайней мере, может быть, даже если из этого спора не родится истина, но они вступают в спор, отстаивая истину. А в другом случае человек в основном спорит для того, чтобы доказать, что он прав. То есть им руководит здесь его личные амбиции и стремление доказать, что его позиция правильна, потому что она его. И снова, в любом споре есть и то, и другое. Человек, который спорит, если бы у него его личных амбиций совсем не было, ему совершенно неважно было бы доказать, что это он прав, то такой человек не спорил бы. Но если он спорит, значит, у него есть и личные амбиции тоже. Сколько? Один процент. Два процента, двадцать процентов, это уже другой вопрос. Вот мы и пытаемся сейчас оценить эту ситуацию с бунтом Короха и его сообщников. Есть в Перке, вот известная очень мишна, которая говорит, если попытаемся перевести буквально эту фразу, получится так, что любой спор, если он во имя небес, во имя истины, спор во имя истины, то в конечном итоге он состоится. А если это спор не во имя небес, не во имя истины, то в конечном итоге он не состоится. Что значит состоится, не состоится? Что такое спор, который состоялся, и что такое спор, который не состоялся. Понятие достаточно сложно. Поэтому некоторые комментаторы предлагают здесь прочтение чуть более глубокое. Имейте в виду вот что. «Коль махлоке чьи лишем шамаем, софа лид каем». Не в конце концов спор во имя истины состоится, а спор во имя истины – это тот спор, у которого состоится его конец, то есть спор, который разрешится, спор, который закончится. А вот спор, который ведется не во имя истины, а спор, в котором в основном руководят личные интересы и амбиции людей, то он не закончится в конечном итоге. Он будет продолжаться вновь и вновь. Даже затихнув, он вспыхнет снова и снова и снова. Спор нескончаемый. Иными словами, люди, это мы уже знаем, люди всегда борются за правду, за истину, на благо народа, на благо общества, за справедливость или за Тору, за еврейский народ, за самые высокие дозунки. Как знать, какую долю мотивов людей составляет действительно вера в эти лозунги, которые они провозглашают. Говорит нам Танна и Смирки, а вот есть один признак, по которому ты можешь судить. Если этот спор в конечном итоге утихнет, разрешится. А разрешиться спор может одним из двух способов. Либо одна сторона сумеет убедить другую в своей правоте, и на этом спор затихнет. Либо найдется компромиссное решение, когда обе стороны согласятся прекратить спор. Потому что либо нашли где-то что-то посередине, либо поняли, что спор вообще, как часто бывает, вообще оказался неуместен, потому что на самом-то деле не о чем было спорить, и такое тоже случается. Так или иначе, когда людьми руководят действительно желание добраться, докопаться до истины, то тогда спор может быть не сразу, но рано или поздно прекратится. Ибо разрешится. Но если спор не разрешается, если даже утихнув, он вспыхивает снова и снова, это верный признак того, что в основном спорщиками руководят не стремление к истине, а честолюбие, свои собственные амбиции, желание победить в споре, желание доказать свою правоту, свои требования отстоять, свои права отстоять, свои интересы защитить. И здесь никаких компромиссов быть не может. Да и убедить здесь, невозможно убедить одну сторону, что мои интересы, они важны, а его интересы, они не важны. Это просто невозможно. Поэтому, если в какой-то момент одна сторона окажется сильнее другой, то это только временно. А вторая сторона, как только найдет возможность, то как только улучшит момент, и снова возобновит спор, и он снова вспыхнет, и снова, и снова, и снова. В качестве примера, такого достойного спора, Мишна приводит спор Шамая и Елеля, школы Шамая и школы Елеля. Спор был очень резкий. Позиции сторон иногда отличались друг от друга очень сильно. И спор был непримиримый. Но вместе с тем мы знаем, что этот спор был разрешен. Много времени этот спор по аллахическим вопросам, по вопросам закона, аллахи, длился много в конечном итоге уже после разрушения храма, в замедрении, которое было явно, на протяжении двух с половиной лет шли окончательные дебаты по тем вопросам спорным, в которых разошлись во мнениях школа Шамая и школа Елеля, пока, наконец, не выжил глаз с небес, и эти, и другие, то, что эти говорят, и то, что эти говорят, все это слова Бога Живого, то есть все это слова, которые происходят из Торы. Но если эти говорят прямо противоположные вещи, то как же быть? А аллаха, то есть практическое решение, ну, право, обе стороны правы, но практическое решение будет отныне принято в соответствии с позицией школы Елеля. Так был разрешен спор. Он не возобновляется в дальнейшем. Школа Шамая полностью приняла это решение и умолкла, и утихла. Спор, который нашел разрешение. В качестве примера недостойных спорщиков, Танов, Перке, а вот приводит, это спор, хотите, спор не во имя истины, это спор Короха и его сообщников. Если это подается нам, мятеж Короха, как спор не во имя истины, на основе того, что раньше говорится, каков признак того, что спор ведется не во имя истины, это то, что спор нескончаемый, это значит, что Танн уверен, что спор Короха и его сообщников нескончаемый. Как это понять? Спор закончился, просто потому, что было вмешательство свыше, и Всевышний просто сжег всех, вышло пламя, небесное пламя, и сожгло всех бунтовщиков, а кто не успел сгореть, так тот провалился под землю. Но, очевидно, Танн имеет в виду следующее. Хотя, как известно, сослагательное наклонение в истории неприменимо, сказать, а что было бы, если бы, но здесь Танн, очевидно, рассчитывает так, что если бы не вмешательство свыше, если бы Всевышний не вмешался и дал событиям течь естественным путем, то, безусловно, был шанс того, что Корох и его сообщники победят. У них были факты непонятные на лицо, у них были, очевидно, и риторические способности перетаскивать на свою сторону. Могли победить. Ну, и что было бы тогда? Значит, Танн уверен, что если бы Корох и его сообщники сумели бы победить, то бунт бы не утих, то спор бы, который они, раздор, который они затеяли, не прекратился бы, раздор бы продолжались. Почему? А может быть, все было бы иначе. Может быть, если бы они победили. Короха назначили бы прорисвященником, и инцидент был бы исчерпан. Есть новое руководство, вместо Муше и Арон есть Корох. Корох, да Танн и Аверан. И он был бы, так, есть вождь, и рядом с ним еще тройка. Есть, опять же, как было бы, есть Ленин, и рядом с ним еще тройка. Троцкий за мной в камнях. Могло такое быть? Почему бы нет? Но Тана уверен, что этого не могло быть. Ему совершенно ясно, что раздоры бы не прекратились. Почему? Да потому что Тана, скорее всего, Тана в перке, а вот, хорошо понимает, хорошо читал текст. И понимал состав этого бунта, кто были бунтовщики, участники этого мятежа, и их истинные интересы. Ведь если проверить точно, тут не только нет совпадений интересов, а интересы у них сталкивающиеся. Противоречащие друг другу. Вождь Корох, снова напоминаю, что он хочет, он требует для себя первосвященника. Постпервосвященника. Это то, что он хочет для себя. Понятно, что он должен перетянуть на свою сторону других людей. А кто могут ему быть союзниками? Обиженные. Кто это обиженный? Есть обиженные. Это, прежде всего, первенцы. Они были лишены, указанным от мужей, были лишены права приносить жертвоприношения. Он, кстати, тоже первенцов, может прийти к ним и сказать, мы с вами одной крови, я и вы, мы друзья по беде. Нас всех лишили. Да, совершенно верно. Но ведь на самом деле, если послушать, если довести позицию первенцев до конца, то они хотят право служить, право приносить жертвы только для себя, а не для левитов. И какие-то привилегии, которые по указанию мужей получили левиты и корох в их числе, с точки зрения первенцев, они им вообще не полагаются. Короху они могут сказать, кто ты такой вообще. Он уже левит, и будучи левитом, как в дальнейшем, мужец скажет. Вот. И сказал мужей короху и всей его общине. Предлагает им этот турнир. Хватит вам, сына и леви. Что значит, хватит вам, сына и леви? Хватит вам. Вы уже получили. Вы получили привилегии. Хватит вам. Хватит вам того, что вы служите в храме. Вы хотите еще быть священниками? Хватит вам. Это его позиция. Он левит, и на основе того, что он левит, он хочет себе еще больше. Мало того, что он имеет право слушать в храме, он еще и хочет приносить жертвоприношения. Но его союзники, первенцы, по их мнению, он вообще ни на что не имеет права. Как левит, и все остальные левиты. Какой первосвященник? Если он принесет свою метрику, доказывает, что он тоже первенец, ладно, как первенец, он да, но не как левит. И никакого исключительного права на первосвященство у него нет. Как все остальные первенцы, на общей основе, не больше того. Но левитские привилегии, конечно, нет. Да там, ваверам, которые участвуют в этом бунте, а их что интересует? А их вообще не интересует ни храм, ни жертвоприношения, у них совершенно другое, у них политические интересы. Либо, как утверждает Ибнезр, они хотят право первенства, пальму первенства своему племени колену Реувен, точнее, руководителям колена Реувен. А кто руководитель колена? Они, конечно, точнее, одному из них, потому что их же двое, не может же быть так, что два царя пользуются одной короной. Это немножко много. Значит, у них тоже есть столкновение интересов. А что же объединяет всю эту разношерстную команду? Объединяет их только одно. У них есть общий враг, это Муше. Каждый из них, для того, чтобы реализовать свои идеи, свои притязания, свои требования, он должен убрать Муше, поскольку он стоит и на дороге. И Датан Ваверам, для того, чтобы достигнуть политической власти, они вообще всегда были оппозициями, Муше должны убрать Муше. И Корах должен тоже убрать Муше для того, чтобы стать правосвященником. И 250 мужей, первенцев, которые лишены их привилегий, что их лишило Муше, они должны для того, чтобы вернуть, иными словами, их объединяет только одно – желание избавиться от Муше. Ну и что было бы, если бы им удалось победить? И они сумели бы свергнуть Муше? То что бы тогда? Вот тогда бы и началась настоящая борьба. Вот тогда бы до сих пор в более или менее монолитном лагере бунтовщиков началась бы настоящая-настоящая война. Всех против всех. Корах против, точнее, первенцы против Кораха, Корах против них. Рядом стоят Датан и Абверам. Естественно, каждая сторона будет пытаться привлечь Датана и Абверама на свою сторону. А они будут, наоборот, скорее всего, манипулировать этими сторонами для того, чтобы пробивать свою и обосновывать свою власть. Датана и Абверам. Датана и Абверам. Она бескомпромиссная. Не может здесь быть компромисса. Каждый из них, у них совершенно взаимоисключающие требования и притязания. И эта борьба бы вспыхивала снова и снова и снова. Спор был бы нескончаемый. Поэтому мудрецы говорят, что если хочешь пример вот такого спора не во имя истины, это спор Кораха и его сообщников. Кстати, комментаторы обращают внимание, несказанное. В качестве примера достойного спора приводит спор Шамая и Елеля. Так, вон они спорщики. Спорщики, есть разные позиции. Есть позиция Шамая, есть Елеля, они спорят. А в качестве пример недостойного спора спор не во имя истины, спор Кораха и его сообщников. Нет, можно было бы сказать Кораха и Аарона. Кто здесь в стороны? Корах и Мушея, Корах и Аарон. Они спорили здесь. Между ними было бы здесь соревнование. Между ними была борьба. А Атанов выражается другими словами. Это спор Кораха и его сообщников. Именно это он нам и намекает. Есть спор между Корахом и его сообщниками. Пока они все объединились только для одной цели, для того, чтобы свергнуть Муше. Как только они свергли бы Муше, если бы им это удалось, то тут же бы начался спор между ними. Тут же начались бы столкновения и борьба за почести, за власть, за идеи, конечно, высокие, за равенство, за братство, за святость, за Тору, за все самые великие вещи. И это бы борьба уже не прекратилась бы. Она превратилась бы в нескончаемый спор. Поэтому ясно, что, как видит Тана, главные конфликты, главные, точнее, мотивы этого конфликта были личные. Как реагирует на все это Муше? И услышал Муше, и пал нит. Он не спорит. ему были выдвинуты обвинения. Почему вы возноситесь над всей общиной? Почему не равенство? И даже если почему-то не должно быть равенства, почему тогда именно вы? И почему ты назначаешь? Он не спорит. Он подойдется. Как бы его нет. И сказал Коруху и всей общине, утром Бог даст знать, кто его и кто свят. И приблизит к себе. И кого изберет, того и приблизит к себе. Сделайте так. Возьмите себе совки. Ты и Корох. И вся твоя община. И положите в них завтра огонь. И возложите на них курение перед Богом. И тот человек, которого изберет Бог, тот и свят. Хватит вам, сыны, любимые. Это в виду. Тот и свят. А тот, кого не изберет. Так уже был исторический прецедент, когда люди, которые не имели отношения к воскурению благовония, а именно надавая вью, когда они позволили себе это сделать, то они погибли. Так же и здесь. Турнир достаточно жестокий. Кто, тот, кого Бог выберет, тот и свят. А кого не выберет, тот и... придет в лучший мир? Почему Муше ведет себя так? Почему он ничего не отвечает по существу? Почему он не пытается оправдаться? Почему не приводит аргументы о своей правоте, а вместо этого сначала молчит, падает ниц, а потом предлагает вот такой вот турнир, пусть Бог выбирает? Своенно замечательно объясняет это. Почитаем, что он говорит. Муше слышал, или точнее, понимал, написано и услышал Муше. Слово услышал, у него всегда есть два значения. Услышал буквально, услышал лухом, второе понял. Услышал то, что стоит за словами, а именно намерения, мотивы. Хорошо понял цель и мотивацию выдвигаемых против него претензий и обвинений. В чем обвинение, по сути? В его неправильной политике назначения? Это же свыше. Если люди это отрицают, значит, они отрицают то, что было свыше. Это было отрицание божественного характера его мессии. Если до сих пор люди верили в то, что то, что говорит Муше, он говорит свыше, так люди убедились на горе Синай. Вот сейчас это впервые, вот это вот понимание дало трещину. И мотивируется это не заблуждением, которое можно было бы исправить. Может быть, люди действительно заблуждаются, ошибаются, тогда можно исправить. Ошибку можно, можно людям объяснить. А, как мы это доказали раньше, мотивируется это своей корыстной завистью, стремящейся под личиной общественных интересов к удовлетворению своих эгоистических амбиций. Это он понял. И как он теперь должен себя вести? Они говорят, ты недостойен. Ты недостоин быть вождем, руководителем, поскольку ты здесь делаешь вещи неприемлемые. Истинный, подлинный Божий посланник, ведь снова, речь не идет просто о том, быть руководителем, ведь руководитель в рейском народе имеет в виду быть посланником свыше, быть пророком, который общается с Богом и передает указания Бога людям. Так вот, истинный, подлинный Божий посланник и впервые жить в Муше, безусловно, первым и с предельной готовностью признает, что он недостойен своей миссии. Так Муше и сделал, когда Всевышний ему открылся впервые и повелел ему идти в Египет, чтобы выводить, чтобы возглавить еврейский народ и вывезти из Египта. Муше тут же стал отказываться, потому что он того недостойен. Шлахлобьятия, шлахты, пошли того, кто более достоин. И будет молить Бога выбрать посланникам кого-нибудь более достойного и более способного. Но если, несмотря на его протесты, Бог послал его, Всевышний не согласился с ним и настоял. И несмотря на все протесты, Бог, даже разгневавшись, послал именно его и никого иного, как самого подходящего исполнителя его миссии, то кто тогда смелится спросить, от чего же это вы возноситесь над собранием Бога? Само это выражение возноситесь, то оно означает. Оно представляет отрицание того, что Бог послал его. Если Бог его выбрал, а вы это отрицаете и говорите, что я возношусь над вами, значит, вы отрицаете то, саму мою миссию свыше. И как теперь он действует? истинность утверждения о том, что какое-то событие произошло или нет, может быть подтверждена лишь фактом. То есть, к чему в конечном итоге сейчас сводится спор? Да спор не о том, кого назначать. Этого назначил правильно или неправильно, этот достойный, этот вопрос, сводится все к другому, сводится все к одному простому утверждению. Муше делает свои все эти назначения по слову Бога. Корр говорит, ничего подобного, это его личные решения. Стал быть вопрос только об одном. Было это веление Муше или не было? Был такой факт или не было? Так вот, истинность утверждения о том, что какое-то событие произошло или нет, то есть, повеление Бога Муше было или не было, или он его придумал, оно может быть подтверждено лишь фактом, но не рассуждениями и логическими доказательствами. Муше может сейчас рассуждать доказать и показать им, что он прав, или доказать им словами, что было ему веление Бога. Разумные аргументы могут только показать, что такое событие могло произойти. Оно могло произойти, что рассказ о нем правдоподобен, вот это можно доказать логически, но никогда не могут установить факт, был он или нет. Да, такое могло быть, но совершенно не ясно было или нет. Истинность посланника может подтвердить лишь тот, кто его послал. Муше говорит, я посланник Бога, Корр говорит, не морожь голову. Тоже мне посланник, видели мы таких. Не верит он в это. Кто может здесь подтвердить, можно приводить какие-то аргументы, доказательства. Нет, нужно просто обратиться к пославшему. Только он может сказать, послал он Муше или нет. Поэтому Муше ни словом не отвечает на обвинение Корриха. Если Бог не сочтет нужным опровергнуть слова Корриха подтверждением аутентичности миссии Муше, ну только тогда его миссия действительно закончилась. Поэтому Муше молчит, он все представляет Всевышнего. Вот, пожалуйста, будет такое, сам Бог выберет. Если он вмешается на моей стороне, подтвердит, что я все сделал по его воле, хорошо. Если он не вмешается, ну, значит, мне действительно нечего делать, тоже хорошо. Вот почему Муше предлагает подобное решение этого конфликта, подобное завершение мятежа Корриха. А в том, как все это произошло уже, в реальности, будем говорить на следующем уроке.